Около 70 драконов из текстиля и искусственного меха показывают в Петербургском музее кукол на выставке «Дракон. Хозяин небес». Это интерьерные и театральные куклы именитых художников, а также авторские работы юных петербуржцев. Они создавали мифические существа к наступающему году, который по китайскому календарю будет годом чёрного водяного дракона. Вот этот новоиспечённый малыш родился сегодня ночью. У этого карнавального дракоши сначала была только голова из папье-маше. Туловище из мочалок появилось потом. «Я сама удивлена, потому что очень боялась, что он не успеет. И тогда бы ему пришлось ждать ещё 12 лет». На Востоке в традиционной культуре Японии и Китая считалось, что если относиться к драконам с почтением, то они могут одарить человека способностью предсказывать будущее. Они могут быть как добрыми, так и злыми. «Не сговариваясь между собой, художники создали очень добрых драконов. Действительно, драконов, которые настолько дружелюбны, с добрыми глазами, с добрыми улыбками, которые погружают полностью в атмосферу какого-то покоя, уверенностью, что в будущем году всё будет хорошо». Здесь представлены драконы от трёх метров до таких маленьких. Драконы могут летать по небу и жить в водных глубинах. Вот этого пятипалого китайского морского дракона из разных деталей шили дети. «У многих детей теряются перчатки. Это очень часто бывает. Остаются непарные, поэтому мы их собирали». Гостям выставки понравились все куклы, ведь они совсем не страшные. «Особенно вот этот зелёный, этот большой, ну поскольку они большие, яркие, мягкие, их можно было потрогать». «Драконы, они не злые, как всем кажется. Они добрые и тоже могут любить». «Мне понравился этот дракон из-за его большого размера, из-за его красивых узоров». «Эта выставка очень красивая, необычная подарок для меня». Эти экспонаты – символы мудрости и силы – будут радовать посетителей до конца января следующего года. NTD, Санкт-Петербург, Россия.